Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, вначале хотел бы поблагодарить Оргкомитет за возможность выступить сегодня по одной из наиболее актуальных проблем сегодняшней онкологии и онкологии рака желудка. Могу сказать, что на мой взгляд, эта проблема, проблема комбинированного лечения рака желудка является даже более актуальной, нежели проблема эндохирургии и фирургии рака желудка. Эта проблема обусловлена теми демографическими показателями, которые мы имеем на сегодняшний день. Несмотря на снижение частоты, рак желудка по-прежнему диагностируется более чем у 1 миллиона человек ежегодно. В России уровень заболеваемости осуществляется на крайне высоких цифрах. Более 40% пациентов диагностируются на момент первичной диагностики заболевания в 4 стадии, а суммарно пациенты 3-4 стадии превышают 80% по данным российских регистров. Следует отметить, что и одногодичная летальность превышает 55%. А это очень высокие показатели. Если мы посмотрим на динамику развития эффективности лечения рака желудка, то на сегодняшний день показатели в лечении рака желудка за последние 30 лет улучшились лишь на 7%. И по этому показателю хуже, чем рак желудка, лечится только рак легкого, который улучшился на 3%, а показатели достигли 15% на круг. Это определяет те аспекты, которые мы сегодня и должны обсуждать. Какой вид терапии все-таки более актуален на сегодняшний день? Неоадювантная или адювантная, и если одна или другая, то какая? Неоадювантная химио или химио-лучевая? И адювантная химио или химио-лучевая? На эти вопросы я и попробую ответить с точки зрения доказательной медицины на сегодняшний день. Если мы посмотрим динамику исследований комбинированного лечения рака желудка с адювантной терапией, то за последние 30 лет было проведено около 30 исследований, из них порядка 20 западных и 10 восточных, и более 80% этих исследований не показали улучшения выживаемости при применении адювантной терапии. Однако, вы знаете, что к началу 2000-х годов наивысшую степень доказательности в клинической онкологии принято все-таки переносить на метаанализы. Так вот, было проведено 4 и даже 5 метаанализов, согласно двум из которых, а метаанализ включает большое количество проспективных исследований. Согласно двум исследованиям, это исследования Эрли и Панзини, в которые было включено в одном более 2000, точнее около 2000 пациентов, а в другое более 3000 пациентов. Эти исследования показали статистически достоверное улучшение выживаемости у пациентов, которые получают адювантную терапию. После этого было проведено знаменитое исследование, о котором сегодня уже Виталий Юрьевич говорил, это исследование Японской ассоциации, в котором 56 японских госпиталей за 3 года набрали более 1000 пациентов. Особенность этого исследования – это включение только пациентов 2 и 3 стадии, более 90% при наличии лимфогенных метастазов, 100% на выполнение D2 лимфодисекции, 100% на R0 операции. Далее пациенты анализировались на две группы, одна группа получала S1, другая – наблюдение, и авторы получили статистически достоверное улучшение выживаемости, как безрецидивной, так и общей, причем наиболее значимое улучшение выживаемости отмечалось во второй и в третьей А стадиях, более 88%, а разница общей выживаемости на 5 лет превышала 11% у пациентов второй и третьей стадии. Следующее исследование, о котором сегодня уже говорилось, это исследование классик, но оно тоже было проведено на восточной популяции, потому что в нем участвовали Китай, Южная Корея и Тайвань. Всего принимали участие 37 клинических центров. Критерии включения говорить не буду, но обязательно выполнение D2 лимфодисекции, обязательно R0 характеристикой операции, и желательно пациенты второй, третьей и четвертой А стадии процесса. Пациенты рандомизировались на две группы, в одной группе получали адювантную кселокс, 8 курсов, хочу отметить, что согласно рекомендациям 8 курсов не является стандартом на сегодняшний день, а в другой группе было динамическое наблюдение. Репрезентативное исследование, всего было включено более 1000 пациентов, это распределение по группам, и авторы получили статистически достоверное улучшение безрецидивной и статистически достоверное улучшение общей выживаемости. Я только хочу отметить, с учетом одного из вопросов, которые были, что это все проводилось на восточной популяции, а на сегодняшний день уже общепризнанно, что рак желудка в восточном регионе и в западном регионе, причем вне зависимости США или Европы, это абсолютно разные раки с различными прогностическими факторами. При проведении стратификационного анализа были выделены следующие факторы прогноза. Страна проведения исследования, стадия заболевания, возраст пациентов, мужской пол, группа с наличием лимфогенных метастазов N1 или N2 по классификации 7 и общий результат лечения оказался в пользу проведения адювантной терапии. В это время европейцы провели свое, конечно, менее крупное исследование, участвовала итальянская группа, было включено всего 258 пациентов, которые рандомизировались на две группы. Хочу отметить, что в этом исследовании использовалась схема ПЭЛЬФ с применением цисплотина и этапозида, точнее, извините, эпирубицина. Всего планировалось 4 курса. Обращаю ваше внимание, что 4 курса, запланированные после операционной терапии, перенесли только 58% пациентов. Это является ключевым фактором, потому что мы должны помнить, когда сравниваем неодювантную и адювантную терапию, что переносимость адювантной терапии в целом достаточно низкая. Если в Японии она составляет где-то около 70%, то в Европе и США она обычно находится в пределах 50%. И авторы не показали улучшения безрецидивной, улучшения общей выживаемости. Единственное, было только отмечено некоторая тенденция к улучшению выживаемости у пациентов старше 65 лет при проведении адювантной терапии, что является недоказательным. Однако в 2010 году был проведен мета-анализ исследований, который был опубликован в журнале Национального противоракового центра. Всего было включено 17 крупных проспективных исследований, было включено 3838 пациентов, которые рандомизировались на две группы. И авторы показали, что адювантная терапия позволяет на 18% снизить риск смерти от онкопатологии, что трансформировалось в 5% улучшения абсолютной выживаемости в пятилетний срок. Вот критерии и кривые выживаемости в этой группе. Следует отметить, что при проведении стратификационного анализа слишком много факторов сыграло роль при определении общей эффективности такой терапии. И могу отметить, что в основном это японские и восточные исследования, в которых принимались препараты, которые на европейской популяции практически не работают. Это препарат УФТ и препарат С1. Поэтому, конечно, на мой взгляд, это исследование не очень отражает реальное состояние дел. Но на сегодняшний день адювантная терапия все-таки рассматривается как стандарт лечения. Другое направление – это проведение адювантной химиолучевой терапии. Вы знаете, что в 2001 году были опубликованы результаты американского исследования, исследования Макдональдса, в котором более 500 пациентов рандомизировались на две группы. В одной группе пациентам проводилась химиолучевая конкурентная терапия. В этом исследовании было отмечено улучшение трехлетней выживаемости с 41 до 50 процентов и трехлетней безрецидивной выживаемости. Это вот кривые выживаемости. Медиана выживаемости увеличилась практически в два раза с 24 до 48 месяцев. Однако, если мы проанализируем это исследование, то мы поймем, что оно крайне неадекватно и неактуально для интерпретации, потому что более 50 процентов, а точнее 54 процента пациентов получили абсолютно неадекватную лимфодисекцию D0. Лимфодисекция D2 была выполнена только у 10 процентов пациентов. На сегодняшний день адювантная химиолучевая терапия с учетом особенностей полей и особенности проведения, кстати, лучевой терапии в этом исследовании, а в этом исследовании проводилась лучевая терапия с двух противоположных полей на кобальтовых аппаратах, не является стандартом с учетом особенностей дозы лимитирующих органов. Поэтому, в целом, этот результат, конечно, является крайне некорректным. И если мы сравним, а это уже Виталий Юрьевич сделал, результаты Макдональдса с данными того же самого, крайне, скажем так, крайне, может быть, неудачного слова будет наиболее актуально, голландского протокола по выполнению D2 лимфодисекции, то мы увидим, что результаты Макдональдса, причем исследования, в котором практически около 50% пациентов имели первую стадию заболевания, являются хуже, чем результаты безрецидивной общей выживаемости голландского протокола, что свидетельствует о его низкой актуальности. Если мы посмотрим на результаты национального противоракового центра в Токио, где пятилетняя выживаемость на все группы составляет 65%, то это еще раз отражает низкий уровень этого исследования. Анализ этого исследования был проведен одним из авторов Скоттом Хандехлом, который показал, что в группе с D2 лимфодисекцией результаты лечения были даже лучше, чем у пациентов, которые получали адювантную химиолучевую терапию. В 2012 году был опубликован 10-летний период наблюдения. Автор исследования показал, что кривые продолжают расходиться, то есть химиолучевая терапия, по данным американских коллег, имеет больше перспектив с учетом эффективности. Было показано, что частота локорегионарного рецидива при проведении химиолучевой терапии статистически достоверно ниже, чем в группе хирургии, но хирургии с низким уровнем, скажем так, эффективности. А вот частота отдаленного метастазирования в обоих группах одинаковая. При проведении стратификационного анализа также было показано, что адювантная химиолучевая терапия абсолютно неэффективна при диффузно-инфильтративном раке желудка, особенно в женской популяции. И теперь я проведу несколько исследований по адювантной химиолучевой терапии, которые сделали уже, как правило, коллеги из восточного региона с обязательным выполнением Д2-лимфодисекции, с включением только пациентов с Р0-операциями. Первое исследование из Кореи, где рандомизировались три группы пациента с адювантной химиотерапией и две группы. Это лучевая терапия по схеме Макдональдса, это лучевая терапия с интенсификацией по схеме ИСИФ. И авторы не показали улучшение выживаемости в группе комбинированного химиолучевого лечения по сравнению с группой химиотерапии ни по безрецидивной выживаемости, ни по общей выживаемости, причем даже в случае объединения групп с лучевой терапией. Следует отметить, что отмечалась некоторая тенденция улучшения выживаемости в этой группе. При проведении стратификационного анализа два фактора – радикальность хирургического вмешательства и стадия – определяли отдаленные результаты лечения. На АСК в 2007 году было опубликовано аналогичное исследование европейской группы, исследование ФУШа, где также применялась адювантная химиолучевая терапия, но по двум схемам. С переоперационными ИСИФ, эта схема является стандартным в Европе, и по схеме Макдональдса. Я не буду останавливаться сейчас на деталях. В основном включались пациенты раком тела и дистального отдела желудка, были пациенты раком проксимального отдела желудка. В принципе, исследование было сбалансировано. Хочу отметить, что по качеству хирургии, видите, более 50% пациентов получали лимфодиссекцию явно менее радикальную, чем Д2. Количество лимфоузлов менее 15. Авторы показали увеличение токсичности при проведении адювантной химиолучевой терапии по схеме ИСИФ, увеличение на 6% побочных эффектов в этой группе и увеличение летальности. При этом кривые как безрецидивной, так и общей выживаемости обставались абсолютно одинаковыми. Показатели были, соответственно, пятилетняя выживаемость 41 и 44% без статистически достоверных различий по медиане общей выживаемости. Было проведено еще одно очень интересное крупное проспективное исследование в Корее. Исследование классик артист, извините, о нем сегодня уже Виталий Юрьевич говорил. Было включено 458 пациентов. Вот такая схема адювантной химиотерапии по стандартному дуплетной схеме ИСИФ противопоставлялась переоперационной терапии по типу сэндвич. Два курса химиотерапии, химиолучевая терапия и два курса химиотерапии. И авторы не показали улучшение безрецидивной выживаемости, улучшение общей выживаемости. И только при стратификационном анализе было показано, что в группе с поражением лимфатических коллекторов отмечается тенденция к статистическому улучшению безрецидивной выживаемости у пациентов с наличием лимфогенных метастазов. Таким образом, на сегодняшний день адювантная химиолучевая терапия, на мой взгляд, имеет достаточно мало показаний, но это требуется, конечно, еще об этом говорить, наверное, дополнительно. Неоадювантная терапия. Из плюсов такой терапии можно отметить четыре фактора. Это воздействие на первичный очаг и зоны регионального лимфогенного метастазирования, с целью увеличения R0-резекций, воздействие на субклинические системные метастазы опухоли. Очень важный фактор – определение химиочувствительности опухоли и увеличение общей и безрецидивной выживаемости. Было проведено три крупных проспективных исследования. Исследование MAGIC, исследование ACCORD-7 французской группы, о которой сегодня уже говорили, и исследование ERTC, которое проводилось, как правило, в германских клиниках, и им руководил доктор Шухмахер. Все три исследования были достаточно репрезентативны. В исследование MAGIC было включено 503 пациента. Вот дизайн этого исследования. Хочу отметить, что в этом исследовании, в связи с тем, что был очень плохой набор, вначале, после того, как включались только пациенты раком желудка, в связи с недостаточностью пациентов, стали включать пациентов кардиосфагиальным раком и пациентов аденокарциномой нижней трети пищевода, что, конечно же, являются абсолютно разными раками, они имеют разные происхождения, разный прогноз и разные подходы к комбинированному лечению. Также в этом исследовании следует отметить, что не проводилось адекватного стадирования дооперационного пациента, не выполнялось лапароскопическое исследование, а частота выполнения операции с Д2 лимфодисекцией составляла 38%. Но в этом исследовании авторы показали статистически достоверное увеличение выживаемости в группе пациентов, которые получали неодевантную терапию. Медиана увеличилась с 20 до 24 месяцев, а пятилетняя выживаемость с 23 до 36%, плюс 13% прирост улучшения выживаемости. Французское исследование АКОРД-7, которое было опубликовано в 2011 году, включало 224 пациента. Преимущественно это были пациенты раком проксимального отдела желудка. В этом исследовании было показано две очень интересные закономерности. С одной стороны, увеличение частоты Р0 операций с 74 до 87, плюс 13% при проведении неодевантной терапии. А с другой стороны, такой феномен, как даунстейджинг, то есть снижение стадии с увеличением количества пациентов N- с отсутствием лимфогенных метастазов с 80 до 67. Авторы показали увеличение 5-летней как безрецидивной, так и общей выживаемости с 24 до 38% плюс 14%, после чего неодевантная химиотерапия стала стандартом в лечении местно распространенного рака желудка во Франции. Но что мы имеем, если мы анализируем все эти группы вместе? Мы видим, что первое, это то, что переносимость терапии неодевантной является достаточно лучше, чем переносимость адевантной терапии. Более 80% пациентов эту терапию переносят. Второе, то, что на сегодняшний день отмечается увеличение частоты Р0 резекции во всех исследованиях, причем в двух исследованиях. Это исследования Аккорд-7 и исследования ОРТС, разница становится статистически достоверна. То же самое увеличение частоты статуса N0, то есть даунстейджинг, которые в двух исследованиях, в тех же самых французском и немецком, являлись статистически достоверным. Но вот результаты были разные, потому что если во французском исследовании отдаленные результаты разницы были достоверны, то в английском, то есть в немецком исследовании, к сожалению, эта разница не оказалась недостоверной. В этом году на АСКО, которая закончилась на прошлой неделе, было представлено еще одно исследование, исследование, которое представил профессор Кёнингхем, это автор исследования MAGIC, где попытались интенсифицировать предоперационную неодевантную химиотерапию и две группы рандомизации. В одной группе проводили схему CF, цесплатинфтурациловдоргум, в группе стандартную для Европы схему ECX, четыре курса неодевантной терапии. И авторы не получили улучшения как безрецидивной, так и общей выживаемости. Причем, если безрецидивная выживаемость еще была тенденция к улучшению отдаленных результатов, то общая выживаемость была примерно одинаковая. И если эти данные сравнить с еще одним исследованием, которое представил профессор Кёнингхем в 1997 году, то благодаря улучшению качества хирургии, а в этих исследованиях частота выполнения D2 лимфодисекции составила 60%, явно лучше, чем в других исследованиях, где объем лимфодисекции был ниже. Факторами прогноза явился возраст пациентов, странно, но от 60 до 69 лет, и N0 распространенность лимфогенная процесса. Таким образом, на сегодняшний день весь мир разделился на три основные направления в лечении комбинированного рака желудка. Это европейский регион, где проводится либо предоперационная, либо переоперационная химиотерапия. Это азиатский регион, в котором, как правило, проводится адювантная терапия, причем с применением пероральных второперимединовых препаратов. И это Америка, где до сих пор проводится адювантная химиолучевая терапия. Хотя о качестве исследования Макдональдса мы уже говорили. И если мы посмотрим в конечном итоге на кривые выживаемости, то мы увидим, что в двух исследованиях Мэджик и французском исследовании Аккорд, несмотря на то, что эти исследования имели статистически достоверное улучшение выживаемости, кривая выживаемости значительно хуже, чем у исследования ИОРТСИ, в котором 94% пациентов получали Д2-лимфодисекцию, при том, что это исследование не оказалось статистически достоверным при применении неодевантной терапии. И если мы проведем еще и кривую исследование из Японии с препаратом С1, то мы увидим, что благодаря стандартизации Д2-лимфодисекции кривая выживаемости статистически значимо выше, чем кривая выживаемость во всех остальных группах. Я не буду останавливаться на деталях в связи с дефицитом времени. Скажу еще только про два исследования. Это исследование ПОЭТ, очень интересное исследование с неодевантной химиолучевой терапией. Включались только пациенты с кардиосфагиальным раком. Я вижу, сейчас я уже заканчиваю. 126 пациентов, они рандомизировались на две относительно небольшие группы. И авторы, это вот такая схема, неодевантная химиотерапия, неодевантная сэндвич химиолучевая терапия. И авторы отметили улучшение выживаемости в группе комбинированной химиолучевой терапии, однако разница не достигла статистической достоверности. Если бы количество пациентов увеличилось, то я думаю, что разница могла быть достоверной. Единственное, это достигалось ценой увеличения частоты осложнений. И видите, недостаточность анастомоза составляет около 6%, а послеоперационная летальность – 10%. Это слишком высокие цифры для этой группы пациентов. И наиболее интересное исследование – исследование КРОСС с применением неодевантной химиолучевой терапии. Исследование было опубликовано в 2012 году. Авторы показали, что при проведении адювантной химиолучевой терапии в достаточно интенсивном режиме при так называемой dose-dense химиотерапии отмечается статистически значимое увеличение R0 резекций, уменьшение частоты downstaging, уменьшение частоты пациентов с поражением лимфатических коллекторов и практически двухкратное увеличение медианы выживаемости пациентов. Но хочу отметить, что несостоятельность анастомоза в этом исследовании составляла в одной группе 22%, в другой – 30%. Это очень большие показатели. И вот кривые выживаемости в этом исследовании, кривая химиолучевой терапии. А вот дальше мы распределим эту кривую в зависимости от гистологической структуры и увидим, что при плоскоклеточном раке разница была крайне высоко достоверна. Видите, это группа плоскоклеточного рака. Разница между группами составляет порядка 20%. А вот для аденокарциномы, а это рак проксимального отдела желудка, видите, разница практически имеет пограничную достоверность – 0,049. Иными словами, для аденокарциномы, то есть для рака проксимального отдела желудка, неодевантная химиотерапия не может рассматриваться пока еще, на мой взгляд, как эффективный метод лечения. Из стратификационных показателей мужской пол, плоскоклеточный рак, стадия N0 и высокий функциональный статус являются прогностическим значимым. Причем при проведении этого анализа проверочной статистической группы, видите, различий достоверных у пациентов с аденокарциномой уже не отмечено. Разница 0,07, то есть выше критерия достоверности. На сегодняшний день проводятся два интересных, проспективных исследования, которые сейчас были представлены. Не останется времени на вопросы вам. Все, я тогда… Только вот еще один слайд. Это слайд из пленарной лекции профессора Флориана Лордика о возможных путях улучшения эффективности предоперационной химиотерапии. Это широкое применение токсанов, причем немецкая группа разработала очень интересный протокол FLOT. Это применение бебоцезумаба у пациентов европейской и американской популяции. В настоящее время идет исследование MAGIC-B, результаты которого будут доложены в 2017 году. И у пациентов при наличии гиперэкспрессии HER2, то есть рецепторов CRBB2, отмечается достоверное улучшение выживаемости. У пациентов, которые получают комбинированную терапию с тростозумабом, и сейчас ведется два исследования с применением комбинированного препарата тростозумаб-пертузумаб. Это коньюгат для блокады гиперэкспрессии HER2, а также коньюгированных молекул ТДМ1, также с тростозумабом. Я не буду останавливаться на деталях. Да, скажу еще только, что на сегодняшний день не теряет актуальность применение профилактической интерперитениальной гипертермической химиоперфузии. В 2007 году Тристан Ян опубликовал большой проспективный, точнее, мета-анализ, в который вошло 13 проспективных рандомизированных исследований. И автор показал, что у пациентов с применением адювантной гипертермической химиоперфузии, а также адювантной химиоперфузии, плюс ранней интерперитениальной химиотерапии, результат статистически достоверно лучше, чем у пациентов, которые получают только химиотерапию. По стандартам, я думаю, вы это все сможете найти на сайтах. По современным молекулярным маркерам я не говорить не буду. Хочу только отметить, что в 2014 году в журнале Nature вышла очень интересная статья, которая дифференцирует молекулярные типы экспрессии в раке желудка на 4 подгруппы. Я думаю, вы все это можете прочитать, потому что в дальнейшем тактика комбинированного лечения будет зависеть от этих показателей. Ну и в заключении. Основой улучшения выживаемости пациентов является ранняя диагностика на стадии раннего рака. Адювантная химиотерапия является стандартом лечения местораспространенного рака желудка, особенно с высоким риском прогрессирования, и должна проводиться в жестких протоколах комбинированного лечения. Крайне перспективным является продолжение исследований с неоадювантной химиотерапией, но также при адекватном стадировании пациентов с обязательным выделением группы Т3, Т4, Н+, с обязательным стандартизацией объема хирургического вмешательства с Д2 лимфодисекцией. Обязательным условием проведения исследований с неоадювантной химиотерапией является адекватность стадирования и стандартизация операций. Схема индукционной химиотерапии имеет перспективы оптимизации при условии включения таргетных препаратов и оптимизации режимов терапии. И, конечно же, гипертермическая перфузия является эффективным компонентом комбинированного лечения местно распространенного рака желудка Т4Н+, у пациентов с высоким риском интерперитениального рецидива заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Как всегда, блистательно. Продолжение следует...